всем привет и добро пожаловать на мой канал посвященной лепки из полимерной глины меня зовут бренцева татьяна и я сегодня хочу предложить вам полепить в технике цветочной аппликации и сделать вот такие бусины с миниатюрным рисунком прежде чем приступить к созданию рисунка нам нужно сделать основу для бусин и и мы делаем также из полимерной глины сначала делаем основу нужно выбрать оттенок полимерной глины которая послужит фоном для наших работ можно использовать готовую полимерную глину но я смешаю вот таких два цвета синего оттенка чтобы получить такой пыльный красивый синий цвет можно не заморачиваться и использовать готовую полимерную глину артефакт дымчатый синий разминаем глину раскатываем ее в полосу и оборачиваем нашу бусину лишнее мы срезаем лезвием обрезаем ее с краев основания где располагается отверстие для бусины глина подтягиваем к отверстию закрывая внутреннюю основу и прокатываем бусинку в ладошках не спеша несколько раз в одну потом в другую сторону для того чтобы сгладить стык между срезами и если глина у вас собралась отверстие закрылось проделайте ее снова иголочкой или зубочисткой подготавливаем необходимые оттенки глины и раскатываем их вот такие тонкие полосы с одинаковым диаметром для цветов я использую желтые оттенки полимерной глины и один оттенок розового цвета вытягиваем глину в полосу и нарезаем каждый из полосочек на срезы одинакового размера они нам послужат лепестками диаметр среза должен быть не более двух миллиметров используя лезвие и небольшой кусочек бумажки мы расплющиваем каждый срез придавая ему форму вот такого тонкого лепестка советую заранее приготовить все заготовки чтобы уже во время процесса создания рисунка вас ничего не отвлекало и вы могли подобрать все детали необходимого размера формы и цвета подходящего друг другу на один цветочек у нас уйдет от 3 до 5 6 лепестков зависимости от размера вашей бусины и от размера лепестков добавляем центральный большой лепесток и вот так аккуратно нажимаем на него иголочкой создавая бороздки и вдавливая лепесток у основания верхушку мы не трогаем пускай она немножко смотрит к верху и не выглядит плоской на заготовке добавляем второй ряд лепестков делаем все то же самое у основания в нижней части цветка прижимаем иголочкой каждый лепесток и добавляем ему текстурный вид добавляю третий ряд лепестков как видите каждый ряд у меня одного определенного оттенка они все похожи друг на друга но немножечко отличаются это будет смотреться в общей композиции очень красиво приступаем к созданию следующего цветка его я делаю ниже и делаю немножечко меньше чем крупные цветочки которые располагаются выше на бусине делаю все тоже самое располагаю лепесточек добавляю следующим рядом объем цветку и закрываю все последним лепестком так как у меня основа для бусины синего оттенка то листву я также решила сделать в голубых синих тонах для этого глину точно также нарезаем на маленькие срезы но срезы делаем меньше чем для лепестков листочки у нас будут меньше вот так вот нарезаем и раскатываем каждый лепесточек придавая ему вытянутую форму но размер лепестков получается около одного миллиметра делаем кучу кучу вот таких вот лепесточков двух-трех оттенков того цвета который вы выбрали для их создания для того чтобы добавить ножки нашим цветам сейчас покажу как можно раскатать глину в очень тонкую полосу так как бусинка у нас очень маленькая ножки делаем очень тоненькими и чтобы сделать это было удобно я предлагаю сначала глину нарезать на небольшие вот такие вот срезы а потом уже пальчиками растянуть ее до состояния такой тоненькой ниточки глина артефакт хороша тем что она держит форму и даже независимо от того насколько тонко вы ее растяните она не рвется на не деформируются и держит форму что позволяет создать вот такие тонкие нити цветка далее мы располагаем стебельки на основании бусины и как видите помимо самих стильков я еще закручиваю вот эти вот ниточки верхней части чтобы рисунок на бусине на самих цветах не заканчивался так как у нас получается что низ бусины будет заполнен а верхушка тогда останется лысой чтобы этого избежать добавляем также выступающие стебельки и на верхнюю часть их мы тоже будем заполнять листвой приступаем к приклеиванию листва использовать можно или иглу я использую лезвие она тонко использую обратную сторону зубочистку не советую использовать потому что она достаточно широкая для таких размеров бусины и для самих листочков поэтому возьмите что-то поменьше приклеиваем листочки на стебелек и приклеиваем у основания используя листву более темного оттенка листочки можно приклеить шахматном порядке я же их размещаю у основания друг дружки а те листочки которые более светлые я их располагаю на верхних выступающих линиях там где у меня бусинки более длинные добавляют также по одному светлому лепестку впритык самому цветку если у вас остались широкие пробелы между цветами их также можно задекорировать также добавляем стебелек и например раскатываем глину просто в шарики шарики эти у нас должны быть не больше одного миллиметра даже сделайте их пол миллиметра у меня они очень маленькие и вот так же заполняем шариками эти стебельки и такие же шарики распространяем по всей основе просто добавляя их в те части бусины и которые у нас выглядят немножко грустновато и открыто цвет глины в этом случае можно использовать любой именно для цветов я использую вот такой коричневый оттенок а те шарики которыми я заполняю просто поверхность я их использую также светло-голубого цвета перед обжигом предлагаю немножко затонировать наши цветочки используют для этого вот такую желтую пастель и наношу ее у основания каждого цветочка таким образом мы добавляем глубины и лепестки получаются с таким переходом оттенка между светлым более темному цвету отправляем наши бусины на стандартный обжиг духовой шкаф притерживайтесь той температуры обжига которую вы обычно используете или при той температуре которая указана на упаковке вашей полимерной глины и теперь нужно их покрыть лаком я покрываю только сами цветочки делаю это для того чтобы зафиксировать пастель на поверхности полимерной глины лак подсох и вот такая красота у нас с вами получилось этот прием лепки создание вот такого миниатюрного рисунка можно использовать также на плоскостях не обязательно их размещать на бусинах я показываю просто на примере своих бусин то как можно создать рисунок как сделать аппликацию на поверхности полимерной глины я надеюсь что этот урок был для вас полезен он вам пригодится большое спасибо за просмотр и за вашу активность друзья это очень важно для развития моего канала всех целую и до новых встреч